Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. В начале августа Владимир Путин подписал закон, разрешающий полиции использовать для поисков пропавших детей геоданные мобильных устройств без судебного разрешения. Часто оперативность в случаях, когда ребенок попал в опасную ситуацию, является главным фактором его спасения. Депутаты ЛДПР предлагают расширить возможности полиции в поиске людей и распространить действия закона на все категории граждан всех возрастов. Не так давно был принят закон, который разрешает сотрудникам полиции без решения суда обращаться к операторам связи, получать информацию о геоданных того или иного абонента, мобильного абонента. Эта норма касалась только несовершеннолетних лиц по заявлению родителей или опекунов, когда есть подозрения о том, что ребенок пропал, не выходит на связь и с помощью геоданных полиция быстро могла отследить, где либо в данный момент находится ребенок с мобильным телефоном, либо где место, где в последний раз мобильный телефон имел контакт с сотовой вышкой, и поэтому месту можно будет сузить поиск, круг поиска и быстрее найти потерявшегося ребенка. За это время, приличное время, больше года прошло, случаев каких-то коррупционных, каких-то мошеннических действий или превышения должных полномочий сотрудниками полиции выявлено не было, то есть эту процедуру не использовали в каких-то корыстных целях и так далее, и поэтому мы решили расширить эту норму для всех категорий граждан, для любых возрастов. Это позволит быстрее находить наших граждан, которые потерялись там или, так сказать, почувствовали себя плохо где-то на прогулке и не отвечают на телефон, может быть, там в лесу заблудились, или бывают такие случаи, особенно пожилые, проблемы со здоровьем, просто у них спамят какие-то проблемы, они не могут вспомнить, где они находятся, как их даже зовут иногда, и только телефон мобильный будет, так сказать, таким вот инструментом для скорейшего поиска людей, которые по той причине потерялись, ну и, конечно, в случае каких-то преступлений, похищений детей, людей и так далее. То есть эти все возможности для правоохранительных органов мы предлагаем открыть. И еще раз подчеркну, что такая процедура, как получение бессудебного доступа к геоданным, то есть данным о местонахождении мобильного устройства, будет только в тех случаях, если есть заявление об исчезновении человека. То есть это не дает возможности и полномочия полиции следить за всеми, это исключается. Только в случае, если есть заявление о пропаже ребенка или взрослого, если он не выходит на связь, вот здесь этот инструмент будет работать и будет работать эффективно. Праздновать День России 12 июня неправильно, считает депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев. Парламентарий уверен, что отмечать дату фактического развала страны странно. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагает перенести День России на 21 сентября, дату добровольного соглашения между славянскими и угрофинскими племенами. Государственная Дума готовится к рассмотрению нашего базового законопроекта об Дне России. Вот сегодня мы отмечаем 12 июня фактически отказ от собственной земли, от собственного народа, распад государства. Но это вы маразм, согласитесь. Поэтому и народ никак не может привыкнуть к этому дню, потому что у него нет корня. А мы предлагаем праздновать день России 21 сентября 862 года. То есть России больше 1150 лет. Нужно смотреть туда, вглубь веков. Когда впервые князья русские собрались и решили быть Руси. Вот к этому дню и будем привязываться. И надо понимать, что это главный праздник страны. Сегодня мы запускаем белые, синие и красные шарики в честь уничтожения собственной страны. Это маразм, который просто непонятен ни одному здравому человеку. Будем настаивать на том, чтобы отмечать День России 21 сентября и привязаться к 862 году. Выступая на пленарном заседании Госдумы, депутат Александр Шерин напомнил коллегам о раскладе сил в парламенте страны. Сегодня у партии большинства 341 голос и это значительный перевес, даже если сложить голоса других парламентских фракций. По мнению парламентария, именно этот аспект не позволяет принимать важные социальные законы, которые предлагает в частности ЛДПР. Многие социально важные законы через Государственную Думу, к сожалению, не проходят, потому что у депутатов есть право просто не нажимать никакой кнопки. И такая очень лукавая позиция вроде как бы не против, но и в той же степени не за. К сожалению, мы также с вами не можем тремя фракциями изменить избирательное законодательство в нашей стране, которое на сегодняшний момент, будем говорить откровенно, не позволяет проводить открытые, честные, прозрачные выборы, в которых побеждает сильнейший из лучших, а выборы, которые проходят заведомо известным результатом. Муниципальный фильтр на региональных выборах губернаторов – своеобразный щит для провластных кандидатов от конкуренции с представителями оппозиционных партий. Такое мнение выразил депутат фракции ЛДПР, кандидат на должность главы Липецкой области на минувших выборах Александр Шерин. Я, к сожалению, получил огромную честь на высокую оценку, что кандидат на должность главы администрации Липецкой области посчитал, что соревноваться с кандидатом от ЛДПР, который является депутатом Государственной Думы, будет невозможно. И, естественно, я не собрал муниципальный фильтр. И вы знаете, наша страна находится на таком распуте. Мы вроде хотим, чтобы у нас одна политическая партия была у власти, как в Китае. Но там, к сожалению, за коррупцию расстреливают. Если брать политическую систему, как в США, то там по очереди две политические партии приходят к власти. И вот мы как-то хотим между двух этих систем пролезть, для того, чтобы выйти на пятую экономику в мире. И хотелось бы, чтобы мы вместе с вами всё-таки по экономическим показателям жахнули США, Германию, Японию по автомобилестроению и многие другие страны, которым мы, откровенно говоря, уступаем. Уважаемые коллеги, конечно, мы с вами знаем, что депутаты Государственной Думы уже прошли своеобразный фильтр. Политическая партия определяет списки кандидатов. Потом избиратели определяют, кто из кандидатов достоин стать депутатом Государственной Думы. Неужели мы с вами не прошли так называемый фильтр наших избирателей? Поэтому абсолютно логично, что все политические партии, которые являются парламентскими, имеют полное право выдвигать кандидатов на должности губернаторов без какого бы ни было муниципального фильтра. Это логично. И самый главный момент, коллеги. А вы знаете, где найти контакты и приемные тех самых трех тысяч депутатов муниципальных? Ведь для того, чтобы я их мог уговорить сдать за меня подпись, я должен буду их найти. Ну покажите мне, пожалуйста, сайт, покажите мне информацию, где в обязательном порядке эти депутаты будут проводить прием граждан, по какому адресу, в какой день и во сколько. Я обязательно приду на этот прием и постараюсь поговорить с этими 200 депутатами, чтобы 163 из них согласились сдать за меня подписи. Но ведь вы такую норму в закон не вносите, потому что никто с этими тремя тысячами депутатов в принципе не должен разговаривать. Тем депутатам, которые должны сдать муниципальный фильтр за определенного кандидата, им дадут команду их руководящие органы. И получается так, что кандидат на должность главы администрации Липецкой области от политической партии, у которой нет ни одного депутата, не то что в Государственной думе, а вообще в принципе в Липецкой области с лихвой собирает муниципальный фильтр. Всего в нескольких кварталах от элитного Москва-Сити стоит дом, который держится буквально на честном слове. Удивительное всего, что власти об этой ситуации знают и уже не первый год закрывают на проблему глаза. Тему продолжит Тимур Титов. Век 21-й, Москва, градостроение большими шагами движется вперед, небоскребы растут как грибы, и бюджет столицы растет с каждым днем и исчисляется миллиардами рублей. Это все хорошо, вперед Москва, но есть такие, как Любовь Ивановна, живет в нескольких километрах от шикарного бизнес-сити, но условия жизни совсем не топ-менеджера. Она недавно на ремонт скопила и сделала, но не прошло и года, а двери уже с трудом открываются, и не ошибка эта мастера на все руки. Хорошо, если же никого дома не будет, что он упадет, никого дома не будет. А если бы мы все дома спать будем, то нас этот дом погребет под себя. И это не пустые заявления, дом буквально проваливается в недры земли, и то ли фундамент трещинами пошел, то ли земля со временем уходит из-под фундамента. На лоджии очень большая трещина образовалась на потолке. Облицовка, вон глядите наверх, видите балкон пустой, половины нету. Вот она отлетает сами уже, кому-то на голову падет все. Все попадало, конечно. Кроме того, что дом проседает, ремонта внутри уже лет 15 не было. Забыли местные власти о многоэтажке. Может думают, что самоликвидируется? Из швов выпадает цемент. Просто падают куски цемента. Не можем добиться того, чтобы сделали замеры, насколько наклонен наш дом. Асфальт у нас проваливается. Если вы посмотрите фундамент нашего дома, то у нас просто серьезные провалы и пустоты. Кроме медленного проседания дома, виды из него, скажем так, не шишкиным писаны. Сплошная промзона, электрички, ну и под самыми окнами мусорная свалка. Возвращались как-то вечером, и она вдруг как закричит. Я смотрю, вот такая крыса бежит. И побежала туда. А где же чиновники? Где МОЗ, жилы инспекции и остальные ведомства? Неужели аргументы людей безразличны? А что, действительно, живет так пол-России? А вы у самого бизнес-сити живете. Центр практически. Должны быть счастливы этому. А что кирпич на голову, так это судьба, матушка. Все под богом. Идут одни сплошные отписки. То есть уже накопилась стопочка. Глава управы нам лично обещал, что 10-й, 12-й дом включит в благоустройство. Но, как видите, благоустройство на нас закончилось. Представители ЛДПР о проблеме узнали недавно. Сколько уже работают, а такое видят нечасто. Я в диком шоке от того, что этот дом находится в таком состоянии. От депутатов Государственной Думы уже разосланы запросы во все контролирующие органы. Ведь быть не может, чтобы местные чиновники попросту забыли про целый дом. Или забыли. В этом уже разберутся, кому следует. А мы посмотрим. И к этому часу у меня все новости. А с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok